Ну, в общем, вы сейчас на экране видите образец из моих проекта. Вот первый образец. Как вы видите, снизу у нас Bottom Navigations, а сверху Actions Bar. Причем не Actions Bar, а Top Actions Bar. И вы можете посмотреть на то же приложение YouTube и посмотрите снизу Bottom Navigations, а сверху Actions Bar. Для чего нужен Actions Bar? Actions Bar, то есть Bottom Navigations, это навигация по вашему приложению. На Actions Bar там можно разместить главное навигационное меню, то есть которое выезжает вот так. Это вот, допустим, из моего другого проекта вы можете увидеть, да. Это менюшка, да, топовая, которая наверху расположена. Сюда можно еще дополнительную навигацию, например, настройки, переход, какую-то заявку, кнопочку оставить, чтобы выезжала специальная панель, об этом будем еще говорить. Да, то есть как бы нужно комбинировать. И вот откуда вообще появилась вот этот Bottom Navigations, вот этот нижняя, да, нижняя концепция, концепция нижнего управления. В общем, всегда было приложение Actions Bar. Так, наверху был Actions Bar, он тогда назывался еще Toolbar, да. И прям там и там было, и менюшки, все кнопочки там были сосредоточены. Но потом опытным путем Google поняла, ну как бы для себя осознала о том, что не очень-то удобно, когда держишь ты в руках телефон, нижним пальцем дотянуться наверх до кнопок. Но это просто неудобно, и Google сделала такую линейку своей концепции в том, что вот этот Actions Bar верхний, который раньше назывался Toolbar, он должен быть внизу. То есть он должен быть внизу. И назвали это его, и вот этот уже Toolbar, Toolbar Bottom, Bottom, Bottom Up Bar. Да, Bottom Actions Bar, Bottom Up Bar, кому как удобнее, да, называть. Вот пример из моего тоже проекта, где мы используем Bottom Up Bar, о нем будем говорить еще чуть дальше, я вас научу его создавать. Потом решили его усовершенствовать, сделать вот такие вырезанные кнопочки разные к нему, и это Floating Actions Button называется, да. И это было круто, но потом, и вообще сказали, все сказали, что про Toolbar откажитесь, его даже не используйте, потому что это устаревшее, это все, это все не то, да. И вообще на некоторое время у Android вообще перестала быть верхняя панель. Но потом Google решила придумать навигацию, вот этот Bottom Navigations. И как вы понимаете, располагать сначала внизу Bottom Up Bar, а потом Bottom Navigations, да, возможно это удобно в управлении, но это очень некрасиво выглядит. И потом Google схватилась за голову и сказала, о боже мой, что мы наделали. Давайте возвращать Toolbar обратно. Но просто так мы не можем его вернуть, потому что, ну это будет некрасиво. И они презентовали, как будто это новый элемент и назвали Top Actions Bar. И теперь вы можете использовать либо Bottom Up Bar, либо Top Up Bar. Ну вообще, совет такой, если вы используете Android Architecture Component, который вы использовали на прошлом блоке, да, о котором я вам рассказывал, то используйте Bottom Up Bar, о котором, опять же, в нем мы будем говорить чуть позже. Если вы используете Bottom Navigations, то используйте Top Up Bar. Это самое главное. Ну и тут также и у каждого, что у того, у другого есть вот эта менюшечка, да, на основном навигационном меню, которое может выезжать как снизу. Но, опять же, говорят, нужно, чтобы выезжала снизу, потому что эта концепция нижнего расположения, она более удобная. Ну а раньше была еще справа. И вот вы мне напишите, что вы можете в комментариях под этим видео написать, что вы хотите следующее узнать. Вы хотите в последующих блоках узнать про вот эти Up Bar, Bottom Up Bar и Top Up Bar вместе с кнопкой вот этой плавающей, Floating Actions Button, либо вы хотите узнать про основы Kotlin в следующий раз. Просто напишите, в принципе, выстроим так, как удобно и как более для понимания. Ну а этот блок заканчивается. В общем, интересные истории с этим Google, как всегда, приключаются. И вот эта концепция Bottom Navigations, она имеет право на жизнь, как вы видите. И YouTube использует, и Instagram, и, по-моему, даже ВКонтакте, любое приложение современное, вы можете посмотреть, оно использует именно и такую навигацию, потому что она удобная. И вот я даже сейчас для Barbershop CRM-системы делаю, и CRM-система, оно как WordPress для сайтов, а это будет как для мобильных приложений. И там, да, я выбрал именно вот этот Bottom Navigations, а не Android Architecture Component, потому что все очень симпатично получается с ним. Ну а на сегодня все. До встречи в следующем блоке.